Могу поделиться, наверное, своей историей. Попал в аварию на Land Rover и нужно делать, соответственно, ремонт. Провели дефектовку, позвонили, сказали, у нас, в принципе, все есть, нет переднего бампера. Просто весь передок разбит, нет переднего бампера, ориентируешься на дата поставки 3 апреля. Поставка из Англии. Я звоню другому человеку, он говорит, а знаешь, Максим, написали в пятницу письмо, что Jaguar Land Rover не будет поставлять автомобили в России в принципе, а он продавец, ну кто продавал мне эту машину. Поэтому я даже не знаю, что тебе по этому поводу сказать. Ну хорошо, что ты мне позвонил, я хотел посоветоваться. То есть вот пришло письмо, то есть я один из лучших, даже самый лучший продавец в Воронеже этих автомобилей Jaguar Land Rover. Взял квартиру в ипотеку, взял квартиру в ипотеку, хорошая классная квартира, клубный дом, словил там еще низкие цены. И по ипотеке мне нужно платить себе стоять тысяч рублей в месяц. В ипотеку там 6,5 миллионов. И есть своя квартира стоимостью 5 миллионов. Что мне делать? Я говорю, ну что бы я сделал на твоем месте, применяя облигации федерального займа, ты можешь продать свою текущую квартиру. Даже не за 5 миллионов, а 5 500 она стоит. Я говорю, выстави ее на продажу, потому что сейчас ажиотаж будет, то есть все равно придут и купят. Там спокойно можно плюс 15 процентов поставить. И первый покупатель, который приходит, не жадничает. Плюс 15 процентов к 6 миллионам, это получается 6 400. Продаешь свою квартиру и размещаешь в публикации федерального займа с доходностью 20 процентов годовых. 20 процентов годовых 6 400, это получается почти 100 тысяч рублей в месяц. Купонов. У тебя кредит по ипотеке нужно выплачивать 75 тысяч. То есть при прочих равных условиях тебе будут денежный поток от ОФЗ покрывать обслуживание ипотеки. И плюс сверху ты еще будешь 35 тысяч стабильного такого потока иметь. Два раза в год будут выплачивать непосредственно купоны. При этом, когда упадет доходность облигаций снова к 10 процентов, то у тебя эти 6,5 миллионов, они еще вырастут процентов на 30. Это получается, что тебе на самом деле купоны от твоей текущей квартиры, которую ты можешь продать, они тебе покроют всю ипотеку твою. Ты ее досрочно покроешь и через 5 лет у тебя еще будут активы в порядка 8 миллионов. Собственная квартира в том клубном доме, в который ты хочешь. И мало того, ты обеспечишь некую себе стабильность. Лексус же останется пока что. Гели, в конце концов, будешь продавать. Да, ты не будешь, может быть, такую зарплату, как в Land Rover получать. Но 35 тысяч рублей в Воронеже, плюс пускай там будет у тебя 1050 вместо 100 в Land Rover. И вот ты 50 плюс 35, 85. Нормальная история? Ну, такой, блин, прикольно. Потому что тоже шарашит, да, что он? Машины продавать не будет. Ну, хорошо, блин. Сервисмены останутся, потому что они будут обслуживать машины. Но если машины не будет, а я продаю машины, да, что мне делать? Меня по-любому уволят. Оставят там одного продавца, который трейдингом будет заниматься. И все. Сесть, посчитать, посмотреть, да. Подфартило просто тупо человеку, что я попал в аварию и к нему обратился, чтобы спросить, что мне делать-то с моими запчастями. Бампера по всей России нет. С ума сойти, я сам в шоке. И в итоге вот опять получается, я снова увидел вот эту вот историю, да, когда рептилия и млекопитающие тебя шарашат, и ты просто не можешь остановиться, выдохнуть, да, то есть что же делать? И здесь важно опять-таки вот получить некую такую стабилизацию. Поэтому у ФЗ недвижимость сразу, ребята, это вам лайфхак, симбиоз. Не призывая таким образом поступать, просто говорю, что сейчас можно так сделать? Можно. Хорошо. Вот, Андрей, ты уехал в Лондон, вопросов нет. Ты там живешь, у тебя там свой хедж-фонд, и живешь ты, в принципе, неплохо, да, ты берешь свой менеджмент-фию, продаешь фонды с вознаграждениями, и свой пассивный доход в районе полутора-двух миллионов долларов ты каждый год имеешь. Что есть у меня? То есть можно сколько угодно долго говорить, что нужно там валить из этой страны. Я не могу свалить с этой страны. Какие у меня есть альтернативы? Что мне? Покупать американские акции, да, и в любой момент иметь или возможность с той стороны, чтобы меня забрали, или с этой стороны, чтобы меня заставили их продать, по не самой выгодной цене, по которой я хочу продать. Еще отчитаться о какой-то прибыли, которую я в валюте получил, и налог с этого заплатить. Ты это предлагаешь, что ли, сделать, или что? Какая у меня есть альтернатива, да, вот я живу в этой стране, я в этой стране зарабатываю, я не могу сейчас никуда уйти. Что у меня, в принципе, остается? Риски иметь системные инвестированные американские компании? Нет, не хочу. Но это разумно, да, то есть минимизировать эти риски, минимизировать и через ETF Финнекса того же самого. Откройте брокерские счета в азиатских компаниях, покупаете там какие-то глобальные рынки, но вы должны понимать, что это все будет поставлено под контроль, и вам надо будет отчитываться. И вот эти вот системные риски, они всегда будут над вами висеть этим домокловым мечом. Доллары купить? А что я с этими долларами делать буду? Ну, еще раз, эти доллары, блин, экспортеры будут продавать. Ну, хорошо, договорятся, да, прибегут сейчас эти хедж-фонды, физические лица в правительстве скажут, вы что там вообще кухнутые, блин? Разблокируйте счета, золотовалютные резервы Центральному банку России, иначе мы там с ними зависнем. А у нас там деньги нужно возвращать, которые зависли в российских активах. Окей, разблокируют тогда счета золотовалютные резервы Центрального банка, иностранцы начнут продавать. Ну, сколько они могут продать? Ну, миллиарды в пятьдесят. Остальное все, все продано. Я считаю, что вот этом сейчас один единственный риск остается. Мы можем быть еще ниже. Ниже мы можем по акциям российских компаний быть. А, ну, во-первых, когда откроются торги. Б, когда будут сняты санкции золотовалютных резервов России, потому что они будут сняты только как компромисс между тем, что снимают санкции золотовалютных резервов Центрального банка. Центральный банк сопоставимо реагирует, снимает санкции с возможностью иностранцам продавать российские активы. Только так, ничкак иначе. И тогда, да, тогда мы в моменте можем увидеть, что иностранцы скажут, слава богу, продаю по любой цене, да, покупаю баксы и ухожу. Он может краткосрочно бакс скачать, но бакс не вскочит в краткосрочную на этом фоне. Потому что это будет действовать наряду с правилом, что экспортеры должны продавать 80% экспортной выручки. То есть они просто бомбанут сверху предложения. И тогда у меня возникает вопрос, да, то есть если я нахожусь в России, я инвестирую в Россию, я хочу иметь глобальную диверсификацию, но сейчас очень высокие риски. Что я могу купить? Доллары. Ну, про доллары поговорили. Облигация федерального займа, кстати, неплохая история, как альтернатива доллару. Инструмент с фиксированным купоном. Понятно. Накопленный купонный доход, ставка до востребования, падение дохода с облигацией я еще дополнительно зарабатываю. Хорошая, нормальная схема. Я не верю, что инфляция в следующие 5 лет будет 25% в год в России, потому что у нас нет такого потребительской активности. Вообще акция должна быть, вернее, облигация и надежных инструментов столько и сколько лет. На 40% облигация и 60% акция. То есть, если вы в кэше, ребят, ну реально, можно слушать кого угодно и что угодно, и изгой, и будь ты проклят, да, и это самое, и никто с тобой дела иметь не будет. Ребят, Аргентина за 10 лет три раза дефолт объявляла. Три раза, если не четыре, дефолт объявляла Аргентина по своим государственным обязательствам. Дефолт. То есть, просто посылала инвесторов. Но через полтора-два года после дефолта там были такие шоколадные доходности, что капиталист не мог удержаться, потому что ему негде было получить сопоставимую норму доходности. То же самое касается и акций российских компаний. Будет адаптировано. Поэтому я бы смотрел, может, опять-таки, без фанатизма не стал бы покупать, но акции, да. Конкретные акции мы в закрытом клубе инвесторов рассматриваем, что, что, где и как покупаем, друзья. Поэтому здесь уж извиняйте, да, цена информации. Продолжение следует...